МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Большинству из нас известен вывод ученых-мужей Оксфорда. Мы то, что мы едим. Но если попытаться дать ответ на вопрос «Кто мы?», то вторя британским ученым хочется ответить «Мы те, чему нас учат». Но как часто мы задумываемся о том, кто и чему нас учит? Легко ли быть педагогом в современной Молдове? Ответ очевиден. Сегодня быть учительным значит ежедневно бороться за выживание, при этом стараться удержать свой человеческий авторитет на достойном уровне. В эти дни столичные народные избранники наконец-то проголосовали за предложение муниципальных советников от партии социалистов увеличить зарплату кишиневских педагогов, а также воспитателей и всех тех, кто занят в процессе воспитания подрастающего поколения на 20%. Здорово! Но достаточно ли этого, чтобы сделать жизнь педагога достойной? Каково сегодня быть молдавским учителем? Каково влияние педагогов на умы наших молодых сограждан? В каких реалиях нам приходится сегодня выживать? Об этом и не только поговорим с нашим гостем, политологом, историком, доктором науки и педагогом с 35-летним стажем Борисом Шаповаловым. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, свершилось более 10 тысяч ваших коллег, всех тех, кто задействован в этом сложном, нелегком процессе воспитания молодого поколения. 10 тысяч человек получат уже с 1 сентября текущего года, им будет начислена вот эта 20% надбавка. И она, насколько известно, будет начисляться и в последующие месяцы на протяжении 2019-го будущего года. Проект был разработан, опять же напомню, с предложения фракции партии социалистов в муниципальном совете. И давно добивались этого принятия. И тем не менее, достаточно ли это, ну в общем-то, насколько, то есть, понятно, очевидный ответ на вопрос, достаточно ли этого. Нет, конечно, но насколько все-таки мы благодарны с точки зрения взрослых людей в отношении тех, кто отдает свои годы нашему воспитанию, воспитанию наших детей, тех, кто после нас начинает новую жизнь. Легко ли быть сегодня учителем в современной Молдове? Это очень сложный вопрос, легко ли быть учителем. Ну, конечно же, сложно в современное время, тем более вот в этих сложных социально-экономических условиях выживать. Потому что средняя заработная плата учителя, ну так, от молодого до учителя со стажем, если говорить от ставки, где-то от 3 тысяч до 5,5 тысяч рублей. Ну, вы сами прекрасно знаете, что выжить на эти деньги практически невозможно. А помимо того, что человек должен питаться, одеваться, человек должен развиваться. Мы же говорим о педагоге, да, он должен развиваться, он должен читать, он должен пользоваться методической литературой, массой-массой каких-то других возможностей. Ну, вы знаете, я вот искренне поздравляю своих коллег с тем, что вот советникам муниципального совета от партии социалистов все-таки удалось продавить вот эту свою идею. И мы педагоги, это не только педагогов лицеев гимназий касается, это касается и работников дошкольных учреждений, воспитателей детских садов, это касается и жителей муниципия, и пригородов муниципия. Все-таки это те люди, которые каждодневно занимаются воспитанием подрастающего поколения. И вы очень правильно сказали в своем вступительном слове, что мы получим от наших детей именно то, что мы в них вложим. А что может вложить бедный, нищий и голодный учитель, каким он сегодня является? Потому что, ну, если учитель и врач, ну, я вот совмещаю вот эти две профессии, потому что они по своей значимости в обществе, да, они, с моей точки зрения, они находятся как бы, должны находиться в приоритете для правительства, для парламента нашей страны, для городских наших властей. Но, к сожалению, этого нет. Ну, вот посмотрите, средняя заработная плата в информационной сфере, да, вот компьютерные технологии и так далее, где-то приблизительно 14 тысяч. В районе 12 тысяч это банковские работники, энергосектор 11 тысяч. Ну, это вот самые высокие вот такие. А учитель получает 3-5 тысяч, да, ну, вот весь ответ на это. Ну, конечно же, мы, педагоги, очень благодарны тому, что хотя бы вот эти 20% уже есть. Если там еще будет какое-то повышение, говорят, с 1 декабря и так далее, то, ну, наверное, как-то более-менее это позволит хотя бы хоть на какую-то сумму поднять настроение педагогам перед Новым годом. Но я хотел бы обратить ваше внимание, Станислав, на самую главную проблему, что, к сожалению, вот социалистам удалось вот это продавить, потому что вот выборы на носу. И за это же решение проголосовали все фракции муниципального совета. А проголосовали почему? Потому что только выборы. Но они же до этого не делали 4 года. Правительство 4 года до этого не говорило ни о каком повышении заработной платы, не говорило о новой системе оплаты труда. Всего лишь год тому назад, помните, республику потряслись за бастовки педагогов, которые выходили, мерзли, и которые говорили, что мы умираем от голода, и нельзя так. И что и правительство тогда ничего не нашло. Даже там на столе, по-моему, это просто унизительная подачка, которая была брошена в лицо людям. Да, вот тогда они не нашли эту возможность. А вдруг перед выбором находится и одно, и второе, и третье. Мои коллеги, ну, они все равно оптимисты по жизни, они шутят. Вот, жаль, говорит, что выборы у нас, говорит, раз в 4 года, а не каждый год. Тогда бы, может быть, мы были уважаемыми людьми в этом обществе и жили по-человечески. Ну, вот я сегодня вижу две проблемы, будем говорить, которые выделяются среди потока проблем, которые окружают эту сферу деятельности. Ведь, смотрите, средний возраст сегодняшнего педагога оставляет желать лучшего, потому что в педагогике средний возраст движется, то есть растет. Разрыв увеличивается между молодыми и старшим поколением. Посередине нет вакуума, понимаете? Это, получается, это результат того, что эта профессия не способна содержать человека, или, может быть, это результат того, что, ну, я имею в виду, что, будучи педагогом, ты находишься в состоянии выживания, при том, что, в общем-то, человеческие запросы, и что у педагогов, что у инженеров, что у банковских работников, одни и те же. Или это результат, может быть, того, что сегодня педагог, ведь даже не просто сегодня, в любые времена педагог – это, конечно же, человек, способный на самопожертвование. Таких людей стало меньше? – Станислав, понимаете, здесь два момента. Первый. Вот мне на днях попался очень интересный документ. «Царская Россия», «Николай Романов», «Распад Российской империи». Учителя классических мужских гимназий были государственными служащими. Педагогическим работникам, директору, фельдшеру учебного заведения оплачивалось проживание. И зарплата у них была очень высокая, да, у педагогических работников, потому что было понимание, что это необходимо и нужно. Я не говорю о других льготах. Конечно же, мы исходим из тех условий, в которых мы находимся. Но мы, педагоги и врачи, еще раз говорю, вот есть вот две такие очень важные, две социально значимые профессии. Мы сегодня находимся в очень сложных условиях, когда мы государству практически не нужны, да. Ну вот была вот эта бездумная реорганизация школ, которую проводила Майя Санду, да, закрыли там… Так называемая оптимизация, да. Оптимизация. Около 300 учебных заведений закрыли. По-моему, 8 или 10 тысяч учителей остались без работы по республике. А где вы в селе сегодня, в школе найдете учителя? Нигде. Тем более, его нужно подготовить и нужно, чтобы он туда поехал, где-то жил, работал, на что-то питался. То есть, само государство создает вот эти проблемы, потому что нет планомерной, целенаправленной какой-то политики. И, к сожалению, вот те все сплошные реформы, которые проходили в 90-е, вот нулевые 2000-е годы у нас в системе образования, они просто разрушили ту старую, хорошую советскую систему образования. Я не говорю сейчас об идеологической составляющей. Вот давайте уберем идеологию и оставим только ту систему образования. Ведь она была лучшей в мире, это вообще признанно. Сегодня практически финны, сегодня скандинавские страны, они полностью скопировали эту систему и они свою систему образования поддерживают именно на этом уровне. Я имею в виду государственную систему образования. А мы это сами разрушили, мы проводим какие-то бездумные эксперименты. Вот сегодня очередной, я уже не говорю, что мы изучаем чужую историю и так далее, это не тема нашей, наверное, сегодняшней передачи. Ну вот посмотрите, кого мы воспитываем. У нас проводится эксперимент, в этом эксперименте участвуют, послушайте, государство Андора и Республика Молдова. Вот у нас новый курикул, новая программа по гражданскому воспитанию, которая фактически не воспитывает гражданина Республики Молдова. У него другая задача воспитать что-то такое среднее ОНО, толерантное ко всему и ко всем, но не толерантное к своему собственному государству, без чувства патриотизма, без всего остального. И вот в этом эксперименте там оценки не ставятся, там, ну, курикул написали, там 15 тем, но нет ни учебника, ничего. И это вызывает вопросы. Наверное, мы не так должны развивать систему образования. Учитель должен зайти в класс, получить учебник, получить необходимые методические материалы, то же самое должен делать школьник. Вот когда реформа подготовлена, ну, нужно проводить. А делать это искусственно, это неправильно. И вот тот вопрос, вторая часть, на что я хотел обратить ваше внимание. Вы знаете, меня очень радует то, что вот социалистам в Кишиневе удалось добиться вот этого повышения заработной платы. Потому что во многих государствах, в столичных городах зарплата всегда учителей выше. Потому что больше возможностей. Ну, вот если человек получает в школе 3 тысячи, а он уходит переводчиком фирмы, он получает 10-15 тысяч, да? Как его сохранить на этом рабочем месте? Значит, этому учителю нужно доплачивать к той государственной заработной плате, которая есть. У московских учителей, мы все очень хорошо знаем эту систему, у них давно московская мэрия доплачивает и 20, и 30, и 40, в зависимости там от категории еще учителей, сумм к заработной плате для того, чтобы сохранить лучшие педагогические кадры в школе. У нас, к сожалению, этой системы нет. И вот мы имеем на сегодняшний день то, что мы имеем. Мы имеем вот этот громадный разрыв между молодым специалистом, который пришел, получил 3-4 месяца, 3-4 тысячи лей. Он не может на них выжить, прожить, и плюс вот та сложная система, в которой он работает, ну, эти люди уходят. Сегодня ни для кого не секрет, что больше 50% педагогов в целом по республике это люди пенсионного возраста и предпенсионного возраста. И вот будет страшно, если уйдут вот эти еще те, на которых держится школа. Поэтому мы очень осторожно относимся и настороженно относимся к любым каким-то изменениям, потому что система образования, она все-таки по себе должна быть консервативной по своей сути. Здесь резкие какие-то движения, они всегда приносят больше. Я не могу с вами не согласиться, но тем не менее, смотрите, мы вот в этом поиске своего демократического будущего наломали дров во всех областях и в экономике, и в сфере образования. Я себя поймал на мысли вот какого характера. Года три назад общался с коллегами российских телеканалов, где происходило техническое перевооружение. И они делились опытом, вот какими схемами они сейчас пользуются для того, чтобы реализовать, допустим, техническое перевооружение на этом канале, на другом. И вот на канале культуры приводился такой пример. Мы, да, мы внедрили новые технологии, там, высокоскоростной интернет, компьютеры и так далее. Но мы вынуждены содержать еще и старую технику, потому что на ней, только на ней привыкли работать вот эти работники этого телеканала «Культура». Мы от них избавляться не хотим, потому что именно это лица канала, но и мы под них создали вот этот вот модуль. О чем я хочу сказать. Ну, немного знаком с советской педагогикой, был знаком и с народным учителем Ильиным, и отметил для себя, что вот та педагогика строилась именно вот так. Они строились под человека, под педагога. Конечно же. Да, были проверки. Приходили из Управления народного образования, Райану, Облану, Горану. Но, тем не менее, всегда отмечалось то, как ты доносишь этот материал, эту программу школьную до каждого своего ученика. Насколько это интересно, можешь рассказать о гибели Чапаева или о влюбленности Веры Павловны из романа Чайнышевского «Что делать», который сегодня уже никто не изучает, к сожалению. А Чапаева тем более. Да, Чапаева тем более. Я имею в виду у нас. И тем не менее, вот это как раз строилось именно под учителя. Сегодня мы взяли на вооружение совершенно другую технологию, которая мне, например, лично непонятна. То есть, вот мы в процессе, то есть, мы живем в конве баллонского процесса. То есть, выполняем какие-то технологические маневры в системе образования для того, чтобы правильно соответствовать этим запросам. Ну, каковы запросы? Кого мы тогда воспитываем посредством механизмов баллонского процесса? А мы воспитываем человека-робота на сегодняшний момент. Почему? Ну, баллонский процесс, по большому счету, он касается высшей системы образования, университетов, колледжей. Но мы воспитываем человека-робота, который может сегодня работать в Англии, Франции, в Голландии и так далее. И сама система баллонского процесса теперь сегодня уже всем понятна, для чего она была создана. Для того, чтобы более развитые в экономическом плане европейские страны, ну, я имею в виду Франция, Германия, другие гранды, могли подпитываться профессиональными кадрами, которых задешево, бесплатно готовят в странах, вот таких, друзьях Европейского Союза и так далее. Ну, вот полуаборигенах, я извиняюсь за это выражение, но это реальность, которыми являемся мы. Мы же не члены Европейского Союза, нас туда и принимать не собираются. Мы вот эти какие-то там друзья, соседи, партнеры, но только не реальные с точки зрения Европейского Союза, ну, члены этого объединения. И, естественно, вся система, она заточена на то, чтобы вытянуть хороших, умных, молодых людей, не тратя на деньги на их обучение, поэтому идет, главная фишка баллонского процесса заключается в том, чтобы приравнять уровни образования. Вот ты проручился три года, значит, у тебя вот такая специализация, ты поехал в другую сторону, твой диплом признается, все. Но ты не тратил деньги на подготовку этого специалиста, ты ничего не делал, ты его взял готовому. Почему? Потому что у тебя выше уровень жизни, тебе легче перетянуть врача или учителя из Молдовы в Италию, во Францию, в Германию, если он знает язык. Ну, вот и весь ответ по баллонской системе. То есть, получается, в итоге мы все равно воспитываем не своего гражданина. Не своего гражданина. То есть, мы не воспитываем того, кто, в общем-то, в любой момент может легко пересечь границу, найти свое жизненное предназначение в совершенно других реалиях. Танислав, вы понимаете, мы с вами периодически встречаемся, общаемся на эти сложные социальные темы. Мне как-то недавно несколько людей сказали, Борис, а вот почему ты никогда не скажешь о том, как это страшно сегодня и почему об этом никто не говорит, что 90% выпускников молдавских университетов и колледжей не собираются оставаться в Республике Молдова. И без разницы, кто это, молдаване, русские, украинцы, гагаузы, болгары, ребята, молодое поколение, у них цель. Вот проводились исследования и в экономической академии, и в Молдавском госуниверситете, и в других учебных заведениях, в лицеях очень многих, как с молдавским языком, так и с русским языком обучения. У всех выпускников, и лицеев, и университетов одна тенденция, уехать, никто не собирается связывать будущее свое с нашей страной. А почему? Я еще раз говорю, мы не воспитываем гражданина этой страны, мы не воспитываем патриота, мы воспитываем среднее ОНО. Без чести, без принципов, без ответственности перед этим государством. Ну, честно говоря, знаете, было бы грустно, если бы не было страшно, потому что, по большому счету, смотрите, сегодня педагоги остаются педагогами, потому что, в общем-то, они умеют это делать. Кто-то в большинстве своем, я преклоняюсь перед этим людьми, они любят свой труд, и понимая, что они жертвуют, потому что, в общем-то, у них есть свои дети. Сегодня в современной Молдове быть родителем уже самопожертвования, сегодня как бы отдаешь часть себя, в условиях которых, в общем-то, ну, будем говорить, без ощутимой, беспонятной, хотя бы краткосрочной перспективы. Станислав, я извиняюсь, появилось такое, вот даже как-то язык не поворачивается, понятие малокомплектная семья, а один ребенок, а для производства нужно два и более, воспроизводства, простого. То есть мы просто теряем нацию. Я извиняюсь. Да, нет, и это правда. И тем не менее, если вернуться к нашей теме педагогики, я преклоняюсь перед этой профессией еще и потому, что, ну, это самопожертвование. И много есть примеров тому, и каждый из нас помнит, наверное, своего первого учителя, помнит любимого учителя, предметника, когда он сформировал мировоззрение, отношение к этой профессии, которая, возможно, стала потом жизненным выбором. И наверняка вы помните из истории, вот, ну, такой пример самопожертвования. Польский учитель Януш Корчик, варшавское гетто, и он вместе со своими детьми ушел, то есть когда их отправляли в газовую печь, он их не оставил, ушел вместе с ними. То есть был предан профессии, предан своему делу своим детям. И это, конечно же, я не призываю сегодня повторению этих подвигов, но сегодня, наверное, умение внушить своим ученикам чувство, ну, патриотизма, чувство того, что ты необходим будешь своей родине, ты должен будешь посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать Молдову еще немножечко, еще хоть на одну жизнь прекрасней. Вот сегодня таких педагогов, мне кажется, все меньше и меньше, и поэтому мы теряем нацию. Теряем, потому что, в общем-то, воспитывается, ну, опять же, робот, ну, такого биологического уровня. Получается робот-учитель и робот-ученик, но вы привели, конечно, очень такой сильный классический пример, конечно же, это пример самопожертвования педагога, и они были не только в Польше, они были и в СССР, они были во многих других странах. Можно привести много таких примеров, но он наиболее такой яркий, действительно, да. Ну, вот это учитель, и, к сожалению, вот сегодня вот эта плеяда учителей, ну, которые всю жизнь проработали, посвятили себя, она вот уходит из активной деятельности, а не получает своего замещения. И прежде всего это происходит, ну, мы живем все-таки в мирное время, да, вот, это прежде всего происходит, потому что государство не уделяет этому внимания. Государство хочет, чтобы учитель был каким-то чиновником, рисовал какие-то журналы, ставил какие-то, выдумал новые системы оценивания, вот, вместо того, чтобы заниматься, вот, его уровнем подготовки, и чтобы он занимался творчеством, да, чтобы он не занимался несвойственными ему делами. Вот, допустим, я как человек, который преподает, я в свое время, ну, приведу два просто примера, я в свое время стажировался в Соединенных Штатах Америки, вот, был и в колледжах, в двух университетах, в ряде high school, это наш лицей, ну, понятие, да, вот, и когда я говорил о том, что, вот, мне нужно план урока, написать все остальное, меня американские педагоги не понимали, они говорят, какой план урока ты должен, Борис, писать? Я говорю, ну, вот, план урока, я на каждый урок, каждый класс должен, вот, у нас такая система. Они говорят, как? Зачем вы занимаетесь отцебятиной? Учитель этого не должен делать, учитель должен дать квалифицированный урок по государственной программе. Вот, смотрите, у нас есть учебник, он для ученика и для учителя, вот, у нас есть методическое пособие для учителя, и у нас есть рабочая тетрадь для ученика. И школа вправе выбрать из двух-трех вариантов тот комплект учебный, по которому оно будет учиться, и все. Учитель может что-то изменить в рамках того, что у него написано. Он должен выполнять государственный стандарт. Что значит, что у вас учитель пишет план урока? Он говорит, меняет государственный стандарт? Вот, ну, мы тогда что-то пытались объяснить, есть учебник, но у нас сегодня учебников нет по ряду предметов, вот, и нормальных даже, ну, курикул, по большому счету, да, вот. Когда находишься в постоянной эксперименте, конечно же. Ну, да, и здесь, ну, конечно же, возникает очень много вопросов. И есть еще одна страшная проблема, о которой никто не говорит. А кто работает у нас сегодня в школе? Мы сегодня не мужчину воспитываем, мы тоже воспитываем человека, о, но. Почему? Потому что дома мама, бабушка, пацан растет, парень, дальше в детском садике у него няня-воспитательница, приходит в школу, а в школе два-три учителя мужчины, максимум четыре, чисто женский коллектив. Когда-то, помните, была раздельная система обучения, там, 50-е до 60-х годов в Советском Союзе мальчики учились отдельно, девочки отдельно, в старшем звене они соединялись, это, наверное, правильно. А сегодня женщина воспитывает мужчину, и вот оно вырастает вот с такими вот качествами. Ну, и вот таких, как я, допустим, на сегодняшний день в образовании, это мало. Почему? Да потому что низкая заработная плата. Ну, ладно, я, как говорят, я без ложной скромности, я генерал в системе образования, потому что докторская степень, потому что член-корреспондент, потому что высшая дидактическая степень, и, соответственно, и уровень заработной платы совершенно другой. Но таких, как я, один процент. Один процент среди всех. Но школа не может держаться на этом одном проценте. Вот в чем проблема. И школа нуждается и в хороших учителях, и школа нуждается в нормальном соотношении мужчин и женщин в педагогическом коллективе, которые должны воспитывать подрастающее поколение, а не то, во что сегодня превратилась школа. Опять же, обращусь к своему опыту. У Бернарда Шоу есть такая мысль, кто знает, тот делает, кто не знает, тот учит, как надо делать. А кто не умеет делать ни того, ни другого, тот учит, как надо учить. Ну, это мы шутили так педагогическому в университете, когда мы сидим. А вот кто готовит наши педагогические кадры? В бытность службы в редакции вооруженных сил советской армии со мной общались самые разные люди, старшие по чину. И вот зацепила одна фраза. Со мной говорил очень взрослый человек, он говорил следующее. Вот ты знаешь, меня учили отличники, те, кто выжил в войну. Ну да, они действительно отличники. Мы дети войны, мы хорошисты. Мы учим вас. А вы троечники. Кого вы будете учить? Да. Вот понимаешь, к чему я говорю? Почему? Ты будешь жить среди двоечников. Они будут готовить тех, кто будет окружать тебя. То есть в большинстве своем. И вот я сегодня, когда задаюсь вопросом. Ведь у людей, которые подписывали соглашение с Евросоюзом, которые принимали законы по... Кстати, завтра годовщина. Да, 29 числа годовщина, когда было... Там, когда мы предварительно... ...было профировано в Вильнюсе это соглашение. Вот этих людей ведь тоже кто-то учил. Получается, что? Я уважаю эту профессию. И когда задаюсь этим вопросом, ну что, я унижаю их этим? Я понимаю, нет. Получается другое. Они были в школах, учились в неплохих, хороших школах. В советских в большинстве своем. У них тоже есть советское прошлое. У тех же господина Лянко и же с ним. И за плечами хороший советский университет. Образование получено. Наверное, не в коня корм. Я извиняюсь. Я говорю о другом. Что, наверное, вот это... То есть на коне оказалось поколение двоечников, в силу определенных причин. То есть те, кто учился на отлично, был хорошим пионером, лучшим комсомольцем, дальше, может быть, молодым членом Компартии, строил свою карьеру на основе тех правил, законов, общественной морали, которые существовали в те годы, оказались проигрышем в 90-х, потому что они не были быть готовыми жить по законам хулиганского мира. Не были быть готовы жить по законам мимикрии. Я ведь не могу назвать сегодняшних министров хулиганами, да, но психологически они формировались, наверное, тоже в 90-е, где-то отчасти. Ну, не все. Там же сегодня из них основная масса молодые, они уже закончили... Ну, они видели, как происходило все. И они, да, отчасти, наверное, получали... Все равно в этой системе, я согласен. ...схему выживания в этой среде. А это о чем? О том, чтобы надо все время смотреть к их рот, и не важно, что ты усваиваешь, важно, как быстро ты это усваиваешь. Вот в этом проблема, наверное, сегодняшнего современного взрослого человека. И, ну, я уже, знаете, в этот вот клубок своих вопросов вплел очень много тем. Ну, давайте остановимся... По-моему, мы мягко переходим к ассоциации. К ассоциации. Вот, Игорь, давайте остановимся на этом. Раз завтра такая дата. Дата парафирования. Пять лет назад, в 2013 году, в Вильнюсе был парафирован в это соглашение... Соглашение 850 страниц. И мы до сих пор не нашли ответ на один, хотя бы на один вопрос. Кто прочитал эти страницы от начала до конца? Хоть и юрист какой-то, может быть, какой-то аналитик, который, ну, я не знаю... Вы знаете? Кто-то из чиновников, который все время говорит, знаете, мантры. Согласно соглашению, вот мы должны принять такое решение. Вы знаете, тогда конкретно этим соглашением... Кто тогда? Калмык был замминистра, он занимался непосредственно этим соглашением. Лянка тогда премьером был, по-моему, да? А, ну да. Вот. Но предполагается, что, наверное, эти два человека, и там председатель парламента, не помню уже, кто тогда был, значит, они хотя бы прочитали этот текст. Но дело в том, что текст был на английском, на французском языке. Его перевели через год после того, как он вступил в силу у нас 1 сентября 2014 года в действие. Вот. Его перевели на молдавский язык. Я сомневаюсь, что его кто-то прочитал из депутатов и из других министров, которых это не касалось. И вот когда подписали, мы подписали его на собевую голову. Ведь почему Украина тогда отказалась подписывать? Почему Армения отказалась подписывать? Да, потому что они тогда просто прочитали то, что там написано и сказали, и попытались на калькуляторе умножить какой-то порядок цифр и поняли, ой, ребят, не в ту степь. Вот, к сожалению, это на сегодняшний день сказывается на нашей непосредственной жизни, в том числе и на нашей системе образования, на нашей системе здравоохранения. Я про экономику вообще говорю. Потому что если вот исходить из того, что вы сказали, кто кого учит и чему, то я понимаю, что в Международном валютном фонде и во Всемирном банке, но я не хочу их обидеть, что там недоумки сидят и работают. Мне кажется, там хорошие ученики своих учителей. Да, там хорошие ученики, вот вы правильно сказали, своих учеников, учителей. Но они, наверное, все-таки ученики троечников, соответственно, не двоечники. Ну, почему я так говорю? Ну, смотрите, 70 или 74% отвалового внутреннего продукта Молдавской Советской Республики 1990 года. Вот сегодня наша экономика. Значит, они нас ничему не научили. Ну, мы же следовали их советам. Мы же выполняем все советы именно их советников, которые сидят у нас в правительстве, которые сидят у нас сегодня практически в каждом министерстве. Почему? Мы что, дураки? Мы что, у нас руки не оттуда растут? Да, нет. Мы же помним, мы же с вами то помним Советскую Молдавию, процветающую республику в рамках Советского Союза. Мы помним наши 600 заводов, из них 3-4 союзного подчинения. Мы помним больше тысячи колхозов, совхозов, из них половина миллионеры были, которые строили школы, которые содержали всю социальную сферу насилия. Где это все? Но мы же это делали все, все эти реформы проводили под руководством Международного валютного фонда, потом подключился Европейский Союз со своими структурами. И где это благоденствие, где это благополучие? Нам обещали, вот вы подпишите это соглашение, да, и вот на этой неделе вы в курсе, да, вот та история, которая произошла с яблоками у нас в республике. Половина замерзла, половина на деревьях осталась, на земле. Министр сельского хозяйства говорит, ну, а что мы можем сделать в этом году такой урожай? Да подождите, вы правительство как раз должны были что-то сделать для того, чтобы реализовать этот большой урожай, для того, чтобы люди получили прибыль, и для того, чтобы село могло нормально жить. Но вы же этого не сделали, вы же в Москву чиновники не ездите, вам ваш премьер Филипп это запретил сделать, а как вы тогда хотите продать? Европейский Союз, мы подписали это соглашение, по этому соглашению мы открыли рынок для Европейского Союза. Сюда хлынули польские яблоки, сюда хлынула масса европейской продукции, вот, а наша продукция туда не принимается. Почему? Потому что помимо того, что мы открыли свой рынок, мы подписали, что мы должны внедрить определенные стандарты. А те стандарты мы не можем выполнить. Поэтому мы должны угробить свое сельское хозяйство, мы должны угробить свои предприятия. Для того, чтобы что-то переоборудовать, я на днях мне кто-то из специалистов говорил, для того, чтобы элементарно среднюю птицефабрику переоборудовать под европейские стандарты, необходимо 5 миллионов. 5 миллионов! Ну, откуда-то этот фермер должен взять эти 5 миллионов? Его никто не собирается давать. Вот эти все сказки про инвесторов из Запада и все остальное, вот оно, на снегу у нас все вот эти сказки, мы ярко видим и понимаем. Ну, это страшно. Я вот знаю ситуацию, допустим, вот там мое родное село, недалеко от Каушан, в Каушанском районе, они специализируют, ну, как вот у нас сороки, там окнец, шалдонешты, там бричаны, они на яблоках, да, как бы специализируются. Потому что были установлены, ну, рынки стабильные, все отправлялось в Российскую Федерацию, туда, на восток. Вот, а в Каушанском районе персиковые сады. Они этим летом начали вырубать персиковые сады. А фермеры четко и ясно говорят, ну, зачем? Я тогда рапсом засею, один раз обработал, деньги положил в карман, на мой век хватит, а что через 15 лет будет с этой землей? Черт не знает, меня через 15 лет не будет. Вот это та реальность, которая есть. Вот это вот соглашение об ассоциации. Мне говорят, почему ты против нее выступаешь. А у меня простой ответ, а покажите, как я стал лучше жить. Ну, покажите мне, ну, приведите мне на цифры. Покажите мне мою зарплату, покажите мне магазин, где наша продукция, все остальное. Сегодня нашу продукцию вытесняет дешевая украинская. Понятно, по каким причинам. И сегодня вытесняют европейская и турецкая. И мы губим нашего производителя сельскохозяйственного... Практически последнего, наверное, который остался еще на земле. Поэтому вот та программа... Ну, помните, как раз в 18-го, по-моему, был митинг партии социалистов. Вот те 10 их, как они называют, программных или приоритетных принципов, которые они обозначили, они как раз и касаются чего? Ну, в социальных вопросах, вот повышение заработной платы, да, это государственное образование, государственная вот система здравоохранения. Вообще кошмарная сегодня больная тема. Там тоже оптимизацию пытаются провести, закрывать районные больницы, роддомы. Где женщина должна рожать в Окнинском районе? Ее должны в Кишинево или в Бельце ввести. Но это не нормально, так не может быть в нормальном цивилизованном обществе в 21-м веке. Но это опять-таки мы выполняем те реформы, которые нам говорит выполнять европейский социалист. Это тактика выжженной земли. Мы выживаем и выжигаем территорию. Но таким нужен рынок и рабочие руки, рабы. Вот баллонская система работает на то, чтобы умных толковых ребят выхватить из нашей среды, не тратить деньги на их подготовку. Наше сельское хозяйство, экономика им не нужны. Они нас заставили подписать соглашение об ассоциации свободной торговли. Это фактически убивает наше сельское хозяйство, промышленность. А кто будет заниматься социальными вопросами? У нас 60% населения живет на селе. Кто будет решать социальные вопросы конкретного человека в селе? Тот крупный агрохолдинг, который сюда придет с большими инвестициями из Европы, да ему наплевать на конкретные распупены или еще на какое-то конкретное село. Абсолютно. И что там происходит? Почему? Потому что когда там был колхоз-совхоз, когда в нем работали свои люди, ими управляли, и еще власть была, которая говорила, нет, ты решай в первую очередь социальные вопросы, а потом все остальное. А сегодня всем все равно. И вот в этом всем все равно мы получаем то, что мы на сегодняшний день видим. Ну и там, если вот говорить, опять-таки, ну сегодня идет как бы борьба умов. Одни пытаются доказать, что вот это популистская программа, другие там еще что-то говорят. Ухватились за первый пункт, заработная плата, 600 евро и так далее. А это абсолютно не фантастика для нормальной команды, грамотных государственников, патриотов и экономистов. А как раз у партии социалистов вот именно такая команда. Они там ведь в руководстве в большинстве своем экономисты очень сильные. Гречаная бывший премьер, министр финансов, да, причем лучший премьер, вот как раз в истории Республики Молдова. Дадон у нее был первым вице-премьером, министром экономики, довольно успешным. Сколько он инвестиций привлек, только по 2008 году, если я не ошибаюсь, 711 миллионов. А сегодня правительство Павла Филиппа по 2017 году 200 миллионов. Вот вся разница, Дадон, Филипп, да. Теперь посмотрите, у них кто там, Горелова советник по экономике, грамотный экономист. Ну, Михаил Поясик, вот на вашем телеканале часто вы его приглашаете. Он известный экономический аналитик. Головатюк, депутат, сам Дадон, извините, три высших образования, доктора экономических наук тоже. И там можно этот список продолжить. Сегодня Павел Филипп говорит, что они обещают дать там рост ВВП 3,5-4 процента. Средняя зарплата по Молдове, ну, средняя, вы понимаете, что такое средняя температура по больнице, да? Но, тем не менее, цифры эти есть. 330 где-то евро по итогам 2018 года. Она будет, ну, 5,5-6 тысяч. Они прогнозируют, что она будет. Да, да, по прогнозам 6 тысяч. В перспективе на 4 года вперед удвоить в 2 раза, это вполне реально. При той программе, которая есть у социалистов, а там, еще раз говорю, грамотные люди, и при среднем темпе порядка 10 процентов роста нашей экономики. И это возможно, если мы открываем рынок на Восток себе, если мы получаем с Востока инвестиции, а мы их получаем, Российская Федерация, и Путин прямо заявил, и вот у нас был экономический форум в сентябре месяце, да? Россияне открыто говорят, молдаване, мы вам даем 1 миллиард ежегодно. Но не кредиты, не просто на шару, вот так, чтобы вы там по карманам разбихивали деньги, а молдаван, российские предприятия, конкретные инвестиции, создаем рабочие места, пожалуйста, возвращайте своих сограждан отсюда, с России, создавайте рабочие, долгосрочные проекты. Понимаете? И, конечно же, это может мощно сдвинуть экономический блок нашей республики. Но этим-то надо заниматься. Не базами НАТО, не военными учениями НАТО на нашей территории, не какими-то там сказками, а конкретной экономикой, социальными проблемами людей. Вот этого нет. Но сегодня на политическом классе у нас практически в одиночку этим занимается только президент. Ну, президент. Потому что, смотрите, правительство, да, премьер запретил появляться в столице Российской Федерации. Ну да, как они что-то могут решить. Это двоя же в соседнюю Румынию и Украину. В общем-то, связано ли это с экономикой? Нет, абсолютно только с политикой, с политическими заявлениями. А, в принципе, увеличение дохода населения зависит напрямую от того, что мы заработаем, что сумеем предложить окружающему миру в виде, ну, опять же, в этих товарно-денежных отношениях, мы только зарабатываем посредством покупки-продажи. Но продажи своего продукта, где, в общем-то, есть и налог на добавленную стоимость, где заложены все затраты и заложена та прибыль, которая, в общем-то, и прокормит тех же чиновников, которые должны обслуживать, опять же, тех, кто зарабатывает. И на сегодняшний день мы видим, что в одиночку практически президент пытается удержать это восточные рынки, удержать контакт с лидерами стран Еврозес, с лидером Российской Федерации, для того, чтобы сохранить и возможности для производителей, и, что немаловажно, смотрите, огромное количество наших с вами сограждан живет в странах СНГ, и вот в Российской Федерации порядка полумиллиона людей там находятся, и у них есть тоже проблемы, которые надо решать, и никто не занимается, опять же, кроме главы государства, потому что принято решение между Игорем Дадоном и Владимиром Путиным об очередной миграционной амнистии как раз для тех людей, которые годами не могли, боялись пересечь границу, чтобы не потерять рабочее место. Станислав, заметьте, это политическое решение. В первую очередь, это политическое решение со стороны Российской Федерации. Это просто, я извиняюсь, перебил. Нет, все, у меня вопрос уже прозрачал. Вот, это политическое решение со стороны Российской Федерации. Это открытый сигнал нашему парламенту, демократической той же партии, правительству. Люди добрые, Россия не враг. Мы готовы с вами сотрудничать на нормальных условиях. Не надо нам выдвигать какие-то условия, не надо высылать наших дипломатов, не надо ничего этого делать. Мы готовы открыть наш рынок, мы готовы сделать все, но будьте нормальными, людьми. Но мы же видим совершенно другую политику. Президент едет, о чем-то договаривается с Путином, выходит Филипп Сканту и говорят, ой, а это он не от нашего имени заявлял, это типа президент сам по себе. Да подождите, мы в какой стране живем? Где это видно, чтобы выходил чиновник второго, третьего уровня, да, пусть у нас парламентская сегодня республика, все остальное, и он говорил, мы не будем выполнять то, что там подписывает президент. Но в какой нормальной стране это есть? Это вообще какое-то неуважение вообще друг к другу и в первую очередь к своим гражданам, потому что за Додона, за его программу проголосовало, извините, 52% избирателей. Но нужно, наверное, с уважением к этому относиться. Понимать, что это не просто Додон хочет, а Додон выполняет ту программу, которую поддержал народ. На воле избирателей. И вы знаете, Станислав, здесь есть один вопрос. Я вот поражаюсь, я не побоюсь вот этого слова, может кто-то скажет, там Шаповалов сказал все остальное. Я не побоюсь этого, я поражаюсь его просто мужеству как человека и как политика. Вы смотрите, они его два года обложили как зайца со всех сторон и пытаются загнать в угол. Забрали прокуратуру, забрали СИП, министра обороны не может предложить назначить. Забрали его даже службу безопасности из-под его контроля. Я абсолютно уверен, что 9 сентября его пытались убрать. Вот пусть там говорят, что там это дорожно-транспортное происшествие и так далее. Слава богу, что так закончилось. А если бы оно закончилось по-другому? А если бы человек просто физически пострадал? А если бы президент погиб? А если бы там еще что-то было? Значит, вы представляете, как бы это поменяло политические процессы, политическую картину? И вот начинаешь задумываться об этих моментах и вопросах. И я очень рад тому, что президенту удалось в этой сложной ситуации выйти из-под этого жесткого контроля, в который его пытались загнать. Ему удалось сделать все-таки прорыв на восточном направлении. Молдова стала наблюдателем в Евразийском экономическом совете. И вот 6 декабря Путин его опять туда пригласил в качестве наблюдателя на этот совет. Опять-таки президенты и руководители пяти стран напрямую говорят, смотрите, пожалуйста, приезжайте, мы вас поддерживаем, мы вам даже статус придумали наблюдателя, участвуйте, мы открыты для вас. Нашему правительству это непонятно, демпартии непонятно, правящему так называемому проевропейскому парламенту. Вы знаете, чтобы вот как-то закруглить и объединить все, что сегодня мы с вами проговорили в этом эфире, который подошел к концу, вот я готов сказать следующее, вот если уже говорить о президенте, то, наверное, огромное спасибо его учителям, теми, кто воспитал этого человека, именно таким, каким он сегодня является. Они были настоящими педагогами с большой буквы. И неважно, что это было, школьные учителя, институтские учителя, жизненные учителя, вот им честь и хвала и огромное спасибо за воспитанника. И вам спасибо за наш эфир, за то, что сегодня проговорили все это. Рассказали, ну, поддержали, опять же, вот этот, наверное, достойный класс людей, педагогов, тем, что сегодня от радных их поздравляют, что есть очередная надбавка. И мы их поздравляем и рады за них. И очень хотим, хотим, чтобы мы, если хотим себя считать достойными учениками своих учителей, могли радовать их и своей работой, и своей заботой о педагогах, которые отдавали нам свои жизненные годы, лучшие годы жизни для того, чтобы мы выросли настоящими людьми. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо и вам. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был доктор науки и педагог с 35-летним стажем Парис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова